Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря снова статистика из Англии. В 7.00 по GMT ждем данные по роничным продажам. В 13.30 куда более важный отчет уже американского происхождения индекс цен производитель. Это то же самое, что и показатель инфляции, правда, с оттенком промышленности. Но все равно это индикатор изменения цен и, соответственно, учитывая влияние общего показателя инфляции на динамику финансовых инструментов, я думаю, друзья, то, что сегодняшняя торговая сессия тоже будет волатильной. Поэтому заранее призываю вас, контролируйте риски и следите за загрузкой депозитов. Ну, день обещает быть интересным. И под закрытие торговой сессии еще предстоит проанализировать данные по Мичиганскому индексу потребительских настроений. 15.00 по GMT. Давайте по порядку. Индекс доллара 104.30. За последние дни развилась коррекция, которая, на мой взгляд, является более чем логичной, учитывая, что мы буквально в начале недели были в одном маленьком шаге от того, чтобы протестировать сопротивление 105 пунктов. В конечном счете, при том фундаменте, который сложился, особенно в свете выхода данных по инфляции, подтвердивших, что в американской экономике сохраняются эти самые инфляционные риски, заставляя Федрезерв приезживаться прежней жесткой политики. Я не могу отказаться от сценария, при котором индекс доллара сможет прорваться выше 105. Сейчас у нас есть возможность снова сфокусироваться на комментариях, выступлениях, заявлениях представителей американского регулятора. В частности, последний из них, представитель ФРС Майкл Барр, подтвердил, что да, может быть, прогресс и был ощутимым в последнее время в снижении инфляции, но предстоит проделать еще колоссальный фронт работы. И для того, чтобы обеспечить все-таки снижение инфляции к 2-процентному селевому ориентиру, нужно создать условия, при которых будет оказано серьезное, по его мнению, давление на национальный рынок труда и экономику. Это, в принципе, такие же тезисы, которые некоторое время назад использовал глава американского регулятора Джером Пау. Для того, чтобы победить инфляцию, нужно добиться эффекта охлаждения экономики. Поэтому, если мы сейчас снова вернемся к статистике по рынку труда, то на основании последних данных увидим, что там сейчас нет никакого регресса. Напротив, рынок прогрессирует. Вчерашний отчет по первичным заявкам на пособие по безработице, их общее количество 212 тысяч, против прошлого показателя 220 тысяч. Это тот самый показатель, который настраивает нас на том, что и в феврале будет очень хороший показатель non-farm perils, но когда мы его будем анализировать уже в первых числах марта. И в этой связи, на мой взгляд, мы получили после выхода данных по первичным заявкам, после комментариев Майкла Бара, еще одно дополнительное свидетельство, которое должно убедить сомневающихся в том, что американский регулятор точно не будет торопиться со снижением ключевой процентной ставки. Мы с вами уже отказались от сценария того, что это возможно, снижение ставки в марте. Сейчас ориентируемся на май. Ну вот, например, аналитики Банк оф Америка считают, что это произойдет не раньше июня. И предлагаю посмотреть на инструмент FedWatch Tools. Сейчас вероятность снижения ключевой процентной ставки в мае составляет 34,6%. То есть она продолжает снижаться в рамках этой недели. И сегодня, после выхода данных по индексу цен производителей, я думаю, что и в этом отчете тоже велика вероятность сюрприза. Допускаю, что годовой показатель, смотрим на базовый индекс оцен производителей, на базовый индекс промышленной инфляции, скорее всего, останется на уровне 1,8% либо в районе 1,7%. И если мои субъективные ожидания кажутся оправданы, то уже под закрытие текущей торговой сессии мы увидим снова интерес к доллару. И в следующий понедельник у меня будет возможность сказать вам, друзья, то, что вероятность снижения ставки по итогам майского заседания сейчас оценивается уже процентов в 28-27. Это, возможно, оптимистичный сценарий для покупателей. Но я думаю, что на рынке нужно быть оптимистами и, соответственно, верить в какую-то фундаментальную идею. Золото. 2003 доллара за тройскую унцию. Десятилетки сегодня подрастают. Уже показатель снова 4,26%. Рост точно продолжится. Ждем волатильность по доллару. Между золотом и долларом и, соответственно, облигациями обратная корреляция. Фон пока идеальный для того, чтобы удерживать короткие позиции. Раньше мы отлично заработали на развитии нисходящей динамики по золоту. Я думаю, что потенциал снижения еще не исчерпан. И пока фон не изменится, будем ориентироваться на обновление металла, новых многомесячных минимумов. Доллар и иена, друзья, 150.26. Я в длинных позициях. Жду, что рост пары продолжится. Попытка Минфина Японии оказать вербальную интервенцию на рынок практически никакого влияния не имела. Поэтому думаю, что вмешательства, конечно же, Банка Японии не будет в ближайшее время, потому что на текущем этапе курс не настолько угрожающий для того, чтобы проявлять какую-то уже конкретную активность через механизмы Банка Японии и Министерства финансов. Поэтому мы сейчас можем сфокусироваться на махре экономической статистики из Японии. Последние данные по ВВП указывают на то, что в годовом выражении спад экономики составил 0,4%. Друзья, японская экономика оказалась в рецессии впервые за последние 5 или даже 6 лет. И вопрос как бы студию. Как вы думаете, в таких условиях Банк Японии откажется от стимулирующей политики, которая должна быть направлена на поддержку экономики? Я думаю, что ответ очевиден на поверхности. И Банк Японии затянет вот эту идею того, что нужно удерживать ставку на прежнем отрицательном уровне в какой-то период времени. И мы этим в текущих условиях будем пользоваться. Потому что американский регулятор, в свою очередь, сохраняет ставку крайне высокий. Контраст монетарных политик, я думаю, открыл путь для движения пары доллар-иены выше отметки 151. Доллар-каналец все так же, я сторонник длинных позиций, потому что очень верю в укрепление именно американского доллара. Европейская валюта против доллара 1,0760. Здесь высокая вероятность развития нисходящей динамики. Выступление Лагар вчера не то, чтобы оказало какое-то влияние на рынок, но Лагар снова напомнило, что прогресс снижения инфляции в еврозоне, он прям солидный, ощутим. Мне кажется, что это самые лучшие значения или самые эффективные меры, если ориентироваться на эффект именно базовых цифр и того, как снизилась инфляция. Потому что ни в одном другом регионе не удалось достичь такого резкого снижения инфляции за очень короткий промежуток времени. И снижение инфляции, о котором постоянно говорит Лагар, как раз приближает дату первого снижения ключевой процентной ставки и смягчения европейской монетарной политики. Это, конечно же, негативная транзиция на курсе евро. Еврокомиссия вчера ухудшила прогноз экономического роста еврозоны. Если еще два месяца назад прогноз на 2024 год был, что экономика вырастет на 1,2%, сейчас это уже на 0,8%. Думаю, что это тоже может стать дополнительным аргументом для Европейского Центрального Банка сделать что-то, чтобы простимулировать этот самый экономический рост. То есть опять выходим с вами на потенциально мягкую экономическую политику. Британская валюта против доллара 1,2582. Данные по ОВП оказались крайне плохими. В годовом выражении снижение 0,2%. В квартальном минус 0,1%. В третьем квартале тоже был спад 0,3%. То есть английская экономика в технической рецессии. Сегодня данные по уроничным продажам. Но учитывая, что произошло с показателем ОВП, я вообще не верю в хорошие цифры по рознице. И в этой связи думаю, как резюме. Опять же, всего фундамента, который сложился в рамках этой недели, это не та база, которая может обеспечить рост британской валюты. Здесь тоже будет драйвером американский доллар. Поэтому ждем развития нисходящей динамики. И рынок нефти по-прежнему скептик относительно продолжения дальнейшего бычьего ралли. Жду разворота и опираюсь на тот фундаментальный фон, которому вот буквально пару дней. Это запасы нефти США, которые выросли на 12 миллионов. И вчерашний прогноз Международного антического агентства о снижении спроса на нефть в этом году с 1,24 миллионов до 1,22. Не могу в таких условиях позволить себе открыть длинную позицию, друзья. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!